Узбекистан, Казахстан, Латвия, Монголия, Польша и Беларусь. Доля экспорта зерна только в эти и ряд других стран в прошлом году увеличилась до 7 тысяч тонн. Покупатели как в России, так и за границей обращают внимание на качество продукции. Оно, в свою очередь, во многом зависит от условий хранения. Очередную проверку сотрудники управления Россельхознадзора Почувашии провели в Яльчикском районе. Зерно и условия его хранения должны соответствовать единым требованиям. Так, инспекторы Россельхознадзора Почувашской республики и Ульяновской области в прошлом году объездили 11 хозяйств. Недочеты находятся повсеместно. Протечки крыш недопустимы, щели, незастекленные окна. Все это способствует проникновению птиц, грызунов и в дальнейшем способствует ухудшению качества зерна. Следующее нарушение – это реализация зерна без декларации о соответствии. Декларация о соответствии – это документ, который удостоверяет качество и безопасность зерна. Если зерно реализуется незадекларированное, во-первых, это вводит потребителей в заблуждение, во-вторых, зерно является небезопасным. В прошлом году были выявлены такие нарушения, как недостоверное декларирование. Недостоверное декларирование – это зерно проверено тоже не на все показатели. К проверке подлежит и зерно, которое производится для собственных нужд предприятий. Закрытое акционерное общество «Прогресс» Яльчикского района – крупное многоотростливое хозяйство. Здесь выращивают зерновые и кормовые культуры, разводят крупный рогатый сход. Так хозяйство обеспечивает селян высокооплачиваемыми рабочими местами круглый год. Качеству производимого зерна уделяют самое пристальное внимание. Сейчас хозяйство готовит материал для весеннего сева. В зимнее время в основном мы семенным материалом работаем. В этом году урожай, конечно, по сравнению с 2017 годом, у нас немножко он упал. Полученный урожай у нас в 2018 году для хозяйства хватает. И мы свое зерно на сторону не продаем. Я, как сказал ранее, что пропускаем через животного сева. В прогрессии инспекторы замечаний по условиям хранения не выявили. А такие проверки будут продолжены до середины марта. В ближайшее время инспекторы планируют посетить Батыревский, Цивильский, Чебоксарский и другие районы. Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика.